Фильмы 1986 года не советские. Но взвод во Вьетнаме прогремел, поэтому комментирую, хотя мне не особенно нравится, видимо потому что я все-таки не военный. Посвящено именно, снято ветеранам Вьетнама, которые непосредственно принимали участие в военных действиях, соответственно посвящено сослуживцам. Особенного политического анализа нет, они перед фактом поставлены, их мобилизовали, они же никаких решений не принимали, будет война в Вьетнаме или нет. И в основном посвящено внутренней психологии группы, то есть взвода, допустим, который воюет. Автор, сценарист добровольно отправился служить во Вьетнам в сентябре 1967 года, и собственно по сути описывает то, что там реально и происходило. То есть это как полудокументалка, поэтому говорят, что очень реалистично. Но вот я говорю, я не американский солдат, поэтому мне трудно оценить по всем параметрам. То есть с моей жизнью пересекается очень мало. Соответственно мне трудно и сочувствовать, или как-то вообще, или ненавидеть, или как-то вообще участвовать психологически в том, что происходит. Ну вот он там, значит, говорит, что во взводах этих вьетнамских самое главное, что происходит деление на всякие неформальные группы, но в том числе вот знакомые нам неформальные отношения между опытными солдатами и новобранцами, но не только. То есть в Америке, конечно, расовые этот самый имеет большое значение, компонент, потому что там, ну вот, 200 лет там было сильное разделение по расовому принципу. Ну и другие всякие неформальные группы по другим всяким признакам. И вот эти группы, они, помимо того, что, значит, работа очень грязная, да, и психологически напряженная у солдата, они еще и там группы эти все конфликтуют. Ну, как обычно. Вот я говорю, почему интернета лучше, потому что группы нет. То есть работаем индивидуально, и это для человека минимально напряжено психологически. То есть я Богу благодарен, что бросил эту аспирантуру, и не работаю там в вузах в составе каких-то групп, там не являюсь вузовским преподавателем, и на кой хер это надо. Вот в одиночку сидишь, и вообще прекрасно. Никакого, блядь, взвода. Я, блядь, ученый или я сержант. Это совершенно разные вещи. Вот индивидуальная работа, она оптимальна, в особенности интеллектуальная, естественно. И поэтому я считаю, что я лучше и умнее даже вот этих, которые там группой работают, потому что на них давит групповой психоз, а на меня никогда не давит в моей работе. Я занимаюсь, собственно, вот наукой, а не установлением отношений, блядь, в коллективе, в каком бы то ни было. Съемки фильма проводились на Филиппинах, и 54 дня продолжались. Там еще к моменту прибытия этой съемочной группы военный переворот произошел. Так что вот там поучаствовали немножко еще политики во всех этих делах. Ну, актеры, к тому же, были не солдаты, поэтому их две недели гоняли еще как солдат, чтобы они, так сказать, прониклись. Потому что фильм именно вот такой солдатский, узкий. Я думаю, что вот военные там даже наши лучше его посмотрят, лучше какие-то смыслы найдут, чем я, потому что мне это довольно все чуждо, честно говоря. То есть мне чуждо даже там работая с двумя-тремя людьми там совместно. А тут экстремальная ситуация, когда их выживание зависит именно от выживания коллектива. Поэтому, да. Ну, значит, считается, что американские фильмы о вьетнамской войне обычно все индивидуальны в связи с их менталитетом. А тут показан коллектив, и поэтому считается новаторское, что показана именно роль коллектива, которую нельзя избежать даже в Америке, с ее индивидуалистической культурой, все равно социальные психологи, конечно, есть. Особенно в такой ситуации, да. Поэтому вот эти все всякие психологические аспекты считаются в этом фильме выигрышными. Социальные психологи часто, кстати, примеры приводят из фильма «Взвод», когда начинают иллюстрировать разные свои концепции. Ну, в принципе, там есть, тем не менее, матрица-то эта христианская все равно накладывается. Там есть, да, один сержант, типа, хороший, там, за человечность выступает по отношению, там, и к подчиненным, и к жителям мирным. Другой, как бы, плохой, и считает, что вот война – это чистое насилие. То есть, христианская модель о противостоянии добра и зла все равно на этот реализм накладывается. То, что... Все равно матрица, она работает, да? В какой культуре ты принадлежишь. В общем-то, режиссер тоже говорил, что он изображает идеализм против реализма. То есть, как бы, злой получается в этой ситуации более реалистичный, потому что война – вообще дело злое, да? А добрый получается идеалистичный, но он тоже есть, как бы. Все равно нельзя из человека полностью ни добро, ни зло вытравить. Это понятно. Смешанный мир. Ну, и там внутри фильма тоже очень много христианских аллегорий. То есть, несмотря на вот эту всю дикую ситуацию, да, война в чужой стране, непонятно за что. Что, несмотря на то, что модерн, то есть, давно уже кризис всех религиозных ценностей, по сути, никто не верит религию. Все равно это христианский фильм с христианской символикой и внутреннехристианской идеей. Понятно, что все равно от каких-то базовых моментов европейской культуры никуда и не ушли. Ну, там также есть намеки, естественно, на греко-римскую, которая тоже важный компонент, или ада там есть. Ну, и, собственно, на американскую культуру, типа Моби Дика. До Моби Дика скоро дойду, кстати. Ну, критика в основном американская отмечала реалистичность. А дальше они уже интерпретировали в зависимости от их отношения к вьетнамской войне, оно у них там разное было. То есть, естественно, для них это все больно и вызывало дискуссии и политический фильм. Поэтому значимые для 86-го года в особенности. «Звездный путь 4. Дорога домой». Четвертая серия «Звездного пути». Они все достаточно интеллектуальны, поэтому комментирую. Тем более, «Звездный путь 4» это они спасают китов. То есть, они там попадают в свое прошлое, в конец 20-го века, то есть, в наше время. Они живут все в 23-м веке. И пытаются спасти китов, потому что в 23-м веке киты вымерли. Ну, критиковали за то, что предыдущие серии «Звездного пути» были довольно мрачные, а эту серию решили сделать все-таки оптимистичную. Китов спасли. Ну, тоже довольно спорили. Там было много комедийных всяких диалогов, а тема, в общем-то, серьезная экология. Вот это вызывало определенные споры вокруг этого фильма. Ну, хороший фильм. «Звездный путь» я вообще позитивно оцениваю. Фантастика с определенной нагрузкой философской. Ну, вот это близко нашим всем Стургатским. Это близко той фантастике, которую в России любят. Дело в том, что в США очень много коммерческой дурной фантастики, которая просто эксплуатирует там какие-нибудь низменные инстинкты, а фантастика, так сказать, просто прилагается для интереса. Но интеллектуальная там тоже есть. Вот то, что мы понимаем под интеллектуальной фантастикой. Конечно, есть в Штатах, мы все это читали, да. Там Айзи, Казимов и все такое. И фильмы тоже так и делятся. Там есть фантастика с интеллектуальной нагрузкой, а есть просто дурная. Ну, вот этот «Звездный путь», конечно, китов, они же язык имеют. То есть, они вообще, по всей видимости, разумные существа. Вот дешифровка языка китов и дельфинов продолжается. Они мыслят по-другому, потому что, ну, там океаны, там другая среда. Язык определенно у них там обнаружен. Им бы пора дать статус разумных существ, вот дельфинам и китам. Обезьян обучали языку, и они где-то так 150 слов выжимают, обезьяны. То есть, до трехлетнего ребенка она дотягивает. Но, может быть, не полностью, она не полностью, конечно, разумная. Дети у нас все-таки не имеют полной дееспособности. Какие-то права разумных существ явно надо давать. Потому что, ну, может она обучиться языку шимпанзе. Демонстрирует она при этом какие-то примитивные, но все равно установки, связанные с самосознанием, она себя, допустим, отделяет от других обезьян по тому признаку, что языку обучилась и так далее. Ну, в общем, я должен всю биологию тут изложить. И насчет языка других млекопитающих я эти темы буду особенно продвигать и отдельные клипы, видимо, делать. Вот язык пчел скоро предстоит, между прочим. Сюжет исполнения в «Звездном пути 4» лучше по сравнению с оригинальным сериалом 60-х годов, который я тоже хвалил. Вот. Ну, и в 87-м году они, новые сериалы, еще зарядят по Стартреку. Сериалы эти по Стартреку немножко избитые, все-таки, потому что сериал, конечно, понятно, что он серийный, они повторяют все время одно и то же, а в фильмах они все-таки собирают все там лучше, что у них в сериалах было, потому что фильмы немножко лучше получаются. «Имя Розы», экранизацию «Берта Эка». Ну, я думаю, практически все читали это дело. Значит, 1329 год, монастырь на севере Италии, 14 век, это предвозрождение, убийство монахов и расследование ведет, соответственно, тоже монах, который, впрочем, не добивается успеха, но в центре расследования еще книга Аристотеля неизвестная. То есть, там как бы расследование с одной стороны уголовное, с другой стороны философское, то есть, в чем как бы истина, потому что Аристотель это единственный философ полноценный, который был им в 14 веке знаком, которого они все-таки уважали и читали. Но хотя консультантов фильма подключили хороших, и в целом та атмосфера воссоздана, не понравилась у «Берта Эка». Кинокритики ругали, что сценарий лишен логичности. Ну, сценарий просто взяли сюжет из «Эка». «Эка» же постмодернист, поэтому он намеренно лишает логичности. Однако же, как бы в кино это не прокатило, надо было что-то там сделать киношное, они не сделали. И на главную роль назначили того, который играл Джеймса Бонда. Это немножко тоже накладывает. «Берта Эка» не понравилось в такой степени, что он Стэнли Кубрику запретил делать экранизацию маятника «Фуко», хотя маятник «Фуко» хорошее. И маятник «Фуко» уже промодерн, и зря не экранизировали. Ну, вот так вот получилось. У Акунина, на самом деле, подражатель все-таки «Берта Эка». Вот я ценю Акунина, так сказать, все-таки это лучшее что-то из нашей культуры. Я про Акунина много болтаю в хроникальной части канала, в смысле, вот в новостях все время Акунина что-то там читаю и рассказываю. Ну, хорошая экранизация «Азазель». Акунина я всего прочитал, поэтому перестал болтать, жду, пока он что-нибудь еще выпустит. Но все-таки вся культура России подражательная. Акунина это «Берта Эка». Вот у нас даже рок-группы все знают, да, кто занимается. Любую можно рок-группу нашу брать и показать, какие именно американские группы она копирует. Любого писателя тоже можно брать и показать, что она копирует на Западе. Акунин копирует «Берта Эка». То есть пишет исторические детективы с какой-то определенной философской или политической нагрузкой, а поскольку Россия пишет в основном с политической. Так у нас типично русское это все объяснять через власть. Кстати, я говорю, почему наши русские либералы не настоящие, не западные, не европейские? Это тоже люди полностью центрированные на вопросах власти. Вот он там русских ругает, что-то там из себя строит, а он такой же, потому что для него в мире существуют только отношения вертикальные. А это типично именно для России с ее культурой это вертикальное подчинение. У него других интересов нет и он по-другому вообще мир не понимает, как только ты мне подчиняешься или я тебе все. А это значит, что он до мозга кастей русский и неисправимо это. У него таких-то других горизонтальных интересов нет. У полноценного человека есть много интересов помимо политики. Русский политик все, он центрируется на том, что вот только власть, потерянный человек для общества, и для Бога, и ничего не сделает. Поэтому и в политике тоже. Ну ладно. хорошо показано, тем не менее, средневековье. Хоть не нравится Умбертека, мне нравится, там адекватно средневековая среда. Вот эта вся философия, она ведется людьми в грязной такой одежде, которая медленно двигается, медленно разговаривает, потому что это аграрное общество. Это деревня, там все неспешно, посадили, ждем, пока вырастет, торопиться некуда. Если есть какая-то работа, она тупая, идти окучивать картошку вот так вот тяпкой ба-ба-ба-блядь, шесть часов нахуй, ба-ба-ба. То есть у них какая-то работа, если есть, она однообразная. И какой-то эффект им ждать долго. Это далеко не работа рабочего на заводе, который должен быстро реагировать, как-то там сложно эту токарную деталь обтачивать. Это другое. Эти вообще, так сказать, не работают на поле монахи, и эти еще тупее. Ну, в том плане, что у них работы вообще такой нет, которая требует постоянное участие головного мозга, эти еще медленнее. Религия на них давит таким образом, что они вообще думать не должны, должны воспроизводить какую-то информацию. По сути, вот они все деревенские. У них самые большие города размером с наши райцентры. Там, ну, может быть, 50 тысяч он вытянет, это у них уже огромный город считается. Миллионников никаких нет. Самый большой город на тот момент Константинополь, 300 тысяч жителей. Ну, то есть, 300 тысяч жителей это средний российский город, областной центр, может быть, 300 тысяч, но считается уже небольшой город все-таки, да. Симферополь, 300 тысяч. Но это вот для них самое такое гигантское. Они его никогда не видели, эти итальянцы. У них, если город есть, то очень маленький. А большинство жителей живет в деревне. Ну, 90% большинства, это почти все в деревне живут. Эти монахи, к тому же, они, по сути, в общаге всю жизнь жили. То есть, вот этот монастырь, 50-100 человек, общага. Вот я говорю, что у них на самом деле, когда они начинают какое-то философствование, да, мозг-то по-другому же работает. Даже для того, чтобы обобщать, что-то так вообще говорить, у человека в коллективе мозг работает одним способом, а когда он индивидуально, допустим, сидит, другим способом. Вот это все, кстати, и показано. То есть, какая, собственно, психологическая эта среда рождает вот это философство несовременевиковой, схоластическое. И она совсем другая, поэтому нельзя тащить в наше время средневековую схоластику. Они вообще по-другому жили, так если бы попроще, да. Поэтому и на жизни они смотрели по-другому. Если в наше время перемещать, шизофрение получится. Нам нужно думать, осмысливать наше время, а не их время, не пользоваться их готовыми решениями. Вот почему я сторонник прогресса все-таки. Это более логично. К тому же, вот эти монахи, самые умные вообще-то в этом мире, читали они книг 10 за свою жизнь. Понимаете, а мы читали, даже самые глупые из нас, читали тысячи книг. Один из самых умных из нас, это я. Я читал миллионы книг на десятках языков. Поэтому я говорю, понятно, что это разное мышление. Я читал миллионы книг, и человек читал 10 книг. И всю жизнь, так сказать, сельским хозяйством занимался или вообще нихуя не делал. Песни пел. Ну вот. А там есть собрание в 300 книг в этом монастыре, и это одна из крупнейших библиотек в Италии. 300 книг, одна из крупнейших библиотек. То есть, ну, у нас не тянет даже на школьную библиотеку. Это все. Явно там больше 300 книг. Вот. Поэтому мы имеем такое вот узкое ограниченное мышление, и вещи, которые совершенно безумные, нам кажутся, им кажутся обычными совершенно. То есть, вот нам кажется, что какой-то идиотизм несет, а вот для них это нормально, потому что он только 10 книжек прочитал. А он в других книжках не читал, что это идиотизм. Вот. Ну, кроме того, но тем не менее, показано, что есть инакомыслие. Там есть остатки манихеев, которые, значит, дольчане. С манихеей уже где-то лет так 200 с этой церкви воюют, и там их остатки есть, в монастыре даже есть агентура, это исторически достоверно. То есть, несмотря вот на все на это, в этом мире определенное развитие есть хотя бы вот в виде этих радикальных ересей, которые всю систему отрицают. Отрицание системы, тем не менее, у человека есть. Даже вот в таком тупом состоянии все равно, то есть, бунт есть, и он показан там. Главный герой, в общем-то, хороший. Вот, несмотря на все на это, что я описывал, он, в общем-то, заразум. И он сторонник именно рационализма Аристотеля. Он там и монах католический, и все такое. Это хороший человек, но в то время, понятно, что он. В то время, но хороший. Он там стремится действительно к рациональному осмыслению действительности. Ищет книгу, книга для него ценна, да? Но он не справляется же. Книгу не нашел же он. Библиотека сгорела. То есть, вот такие люди все-таки свою миссию в эти средние века не могли выполнить. Он там дискутирует с этими мракобесами, и видно, что мракобес-то побеждает. Герой-то наш умный, насколько в то время возможно. Но вокруг-то дураки, и ничего сделать он не может. Сгорели его книги. Следствие-то провалилось, так скажем. Ну, и там еще сама атмосфера такая в этом фильме. Зима переходит в весну. То есть, вот предвозрождение, да? То есть, хотя вот все так плохо, но вот эта зима безумия, она кончается, и весна наступает. Можно сравнить с нашим временем, когда тоже вот зима войны, зима путинизма, страшного, псевдоконсервативного, она кончается. И все-таки, хоть какой-то март, вот сейчас март, что-то вот такое все-таки в воздухе есть, я думаю, надеюсь, что добро-то победит, и разум, рано или поздно. И это в фильме тоже есть, поэтому, да, с нами пересекается, мы тоже в этой деревне живем, на самом деле, интеллектуально, всем обществом. Рамаяна, индийский сериал по эпосу их Рамаяна, они снимали именно 80-е и всю свою Махабхарату, и Рамаяну тоже, и смотрели все Индии, было очень популярно. Есть черты явные телеспектакля, вот у нас тоже были телеспектакли по нашей классике в СССР, да? Но, конечно, индусы это с размахом, это много-много серий, это все-все-все смотрят, потому что это у них же, так сказать, святое писание. Индусы, конечно, долго это делают, этот телесериал. Рамаяна, книга религиозная, хотя сюжета там тоже много, и они пытаются и то, и другое сократить, конечно, в смысле отразить, да? То есть, они сокращают, я про что хочу сказать, сокращают они, конечно, нельзя, она очень большая, полностью дословно нельзя, но то, что они сделали, отражает хотя бы пропорции текста. То есть, вот в тексте, помимо сюжета, очень много отступлений и всяких норовоучений. Это все сохраняется, насколько возможно для кино. То есть, там идет-идет сюжет, потом персонаж встает и хуячит речь о том, как жить надо, блядь. Минут так, не знаю, 10, блядь. Потом опять, минут 10 сюжет, встает персонаж и какую-нибудь философскую бредятину отхуячит на 10 минут тоже. Это соответствует пропорциям исходного текста. То есть, ребята это, в принципе, делают, как там написано, то есть, они пытаются отразить действительно текст. Но в кино смотрится странно, да? К тому же, наложена вся типичная для индусов сентиментальность. То есть, все постоянно плачут, высокопарно выражаются, там, жесты всяческие делают, такие, блядь, ненормальные, да? Вот. Вероятно, я говорю, вот если бы я был индусом, вероятно, для меня бы это напоминало какой-нибудь марксизм-ленинизм, да? Вот, этот, пионерскую линейку, так скажем, когда вот там именно, вот пафосно говорят какие-то красивые слова, всем давно известные, сюжета-то особенного нет, ничего не происходит, да? Советскую школу это напоминает, когда вот вроде как сначала что-то так изучали, изучали, содержательное, да? А потом хуяк, и все 10 минут слушаем очередной бред про любимую компартию. Ну, как-то вот так. Ну, в СССР это все в 80-е уже сильно разбавлялось юмором. Вот если любой советский фильм посмотреть, да, там даже есть это наручение, если оно всегда там как-то иронизируется, там как-то вот так вот улыбнуться, что-нибудь там все-таки человеческое скажут, потому что всех уже заебало это все. Но вот у индусов этого нет, и выглядит вот, с моей точки зрения советского циника, выглядит пафосно, да? То есть, они вот это все заряжают, и как-то даже не смягчают, даже там потом в конце не пошутят ничего. Вот она что-нибудь там встала, рассказала, как должна себя женщина вести, и, так сказать, рукой махнула и пошла. А вот ничего там даже не пошутила. Ну, конечно, как гностик я негативно отношусь к индуизму, и это на мое восприятие влияет, потому что, ну, боги в этих мерзких телах вонючих обезьян, типа нас воплощаться, конечно, не могут. Боги это слова, числа, и вот это все воплощение богов, это боги, как боги какой-то там половой активностью занимаются, там что-то там ебутся боги. Ну, давайте еще боги в мандавошек воплотятся, и мы будем смотреть кино, как мандавошки ебутся и произносят изречение, потому что они, блядь, боги. Ну, примерно вот, так же аналогично. То есть, божество, конечно, оно идеальное, оно в материальном мире воплощаться не может. Но, тем не менее, конечно, все равно же индуизм отражает какой-то, так сказать, опыт человечества, это тоже интересно, да. Тут еще, что хорошо, что там хотя бы настоящий традиционный индуизм. У нас сейчас очень много спекуляций давно уже на этой восточной всей мистики, и люди под индуизмом понимают, что угодно, то, что они сами себе придумали и добавили туда восточную экзотику. По крайней мере, там настоящая рамаяна. Если уж кто-то с индийской культурой интересуется, может весь мой, так сказать, бред интеллектуала переискушенного не слушать, да, может реальную рамаяну там посмотреть и убедиться, вот хотя бы в чем реальный-то индуизм заключается, в чем реальная философия там и жизненная, и теоретическая. Вот это там есть, потому что это индусы сами снимают свою классику, они, конечно, заинтересованы в том, чтобы максимально точно ее отразить. Фильм вообще на санскрите, кстати, вот можно отключать субтитры английские, вырубать там все это, переводы, кто санскрит практикует, может санскрит послушать. Поэтому сериал полезный я сам, поэтому я о нем и говорю. Твист снова в Москве, интересно тем, что это французы сняли кино про СССР, про реальный комедию сняли французскую, французская комедия про совок. Дефицит, очереди, подпольные рок-концерты, теневой бизнес, КГБ всевластное, политбюро там и так далее. Хорошо получился, на мой взгляд. Авторы сами были в Москве, очевидно. По всей видимости, консультировали эмигранты, которых уже много тогда было. Вот бытовые детали, обычное поведение советских граждан, я подтверждаю, что примерно такое. Ну, понятно, что оно утрировано, это французская комедия, да, но видно, что в основе только прямо все происходило, так вот себя вели примерно. Там есть одна из героинь и рок-певица, подражает Агузарова явно по поведению, видимо, пытались еще Агузарова изобразить. По времени локализовано 1984 год, висят плакаты там именно с Черненко, видимо, сценарий в 84-м году писали. В 86-м все-таки уже перестройка. А вот там, да, КГБ чистит все Андроповское, вся эта политика Черненко, я просто продолжил, и плакаты везде висят Черненко, Черненко. На самом деле, в 86-м году уже критиковали открыто многие недостатки, показанные в фильмах. Вот там про очереди и все такое, это там уже критиковалось активно в 86-м год. Да, про это Райкин говорил в застой. В общем-то, на самом деле, французы к нам доброжелательно при всей комичности, да, это перестроечная французская комедия, довольно доброжелательная к России, вот что там вот такая ситуация, ну, что поделать, да. Вот так вот, в общем, попали там русские, так вот живут, это смешно, но все равно французы сочувствуют. И это соответствовало вообще-то политике партии в 86-м году, когда-то уже пытались все это дело исправить. Место действия там в Киеве, поэтому иногда там украинский язык они пытаются имитировать. Там есть Марина Влади, которая реально в России много раз была, имела там мужа у Высоцкого и достоверно играет там русскую коррупционерку. То есть, этим хорошо. «Женатые с детьми» это американский комедийный телесериал про Чикаго. 262 серии в 87-м году начали, они до 97-го года выпускали. Он интересен тем, что у нас есть его адаптации, хорошо всем известная. «Счастливы вместе». Вот в нулевые годы, кстати, была популярна и все время по телевизору крутилась. Поэтому оригинал тоже интересно посмотреть. Я, конечно, весь не смотрел, да я и «Счастливы вместе» все не смотрел, но хотя бы несколько серий посмотрел и сравнил, кстати, с тем, что сразу параллельно смотрел «Счастливы вместе». Значит, там главный герой в Америке, ну мы знаем все, блин, Букины эти. То же самое абсолютно в Америке. Там главный герой продавец обуви, жена у него вообще работать не хочет, смотрит все время ток-шоу и сериалы, кстати, для России не характерно, обычно женщины работают у нас. У них и двое детей тоже, одна там такая вся сексуальная и глупая, и этот самый сын у них тоже там сексуально озабоченный постоянно. Дети постоянно дерутся между собой и так далее. И родители тоже, тем не менее, в каких-то сложных ситуациях они все сплачиваются, то есть как бы любовь там у них тоже есть. Но все вот это вот знают. Этот еще ситком, он в Америке популярен тем, что там одна домохозяйка Терри Роколта. Внезапно этот ситком посмотрела, увидела там много шуток на тему сексизма, шовинизма и так далее. И, значит, голую грудь. После этого она устроила скандал, что там про геев, про порнографию, шутки. Но мы смотрели все это в русской версии, там тоже это все есть. И, значит, проскандалила, устроила бойкот домохозяйками всего этого сериала. Значит, устроила там скандал, написала в 42 компании, была дискуссия по всей Америке, типа, хорошее кино или нет. Ну, в общем, несмотря на все вот эти скандалы, привело это все к тому, что только увеличилась популярность, потому что начали все говорить, крупные все телеканалы начали, значит, обсуждать этот весь сериал, и на самом деле это увеличило его прибыль. То есть, домохозяйки, скандалили, типа, слишком много шуток про геев, там это развестит, и порнография слишком много. По поводу нашего счастливого вместе, ну, адаптация, это громко сказано, там тот же самый примерный текст, там механически ставлены некоторые российские реалии, по поводу того, чем отличаются счастливого вместе от оригинала, почти ничем. Ну, и это, кстати, вызывает совершенно там дикость, потому что, ну, у нас многих реалий нет, у нас, допустим, бедные эти, блин, продавцы обуви не ходят в стреп-клубы, а вот там в Америке это есть. Ну, и там прочие всякие реалии американские, которые довольно грубо переданы российскими. Актеров, они, кстати, подобрали в счастливом месте внешне похожих именно на тех, которые были в американском сериале, именно по этому принципу. Света Букина в США даже была красивее. Кстати, вот там в русском сериале все знают, что Букина постоянно спит со всеми там на свете парнями и этим гордится. Совершенно для русской девушки, даже для блядей несвойственны. Если там у нас, даже если она развратная такая, она это скрывает. Вот это в американской ситуации это пародия на фрилав. То есть, вот у них были хиппи в 60-е годы, в 80-е уже над ними смеялись. То есть, вот американская Букина, она просто хиппи себя изображает. Так сказать, вот свободная любовь, она, так сказать, левая там, левачка она. Но на самом деле, значит, она полная дура, там мы все знаем, что все эти ее романы они сразу быстро кончаются и так далее. То есть, там показано, что вот этот фрилав ни к чему не приводит, никакому там освобождению и так далее. Ничего интеллектуального в себе не содержит, потому что этим занимается идиотка. Вот в этом юмор, что в США левые выдавали протеста, интеллектуализма и так далее. Но какой из Светы Букины бунт, протеста, интеллектуализм? Вот в этом юмор, а по всей видимости, мы это не понимаем, потому что механически перенесено и у нас смыслы другие. Но этот Букин самый главный у нас тупее американского, американский даже немножко его умнее, видимо, потому что американский в своих реалиях действует, а наш как идиотом выглядит, потому что еще и какой-то мир смешанный, русско-американский идиотский, и там Букин совершенно полный идиотизм. Сериал про 80-е годы, феминизм в Америке, они активно обсуждают трансвеститов, феминисток, первые компьютеры, тоже там обыгрываются, мода на эзотерику, характерная именно для 80-х, вот, да, секс-революция, вот это вот все, дети там озабоченные только в основном сексом. Говорю, что, во-первых, это к России мало, но тем не менее у нас в России было это популярно в нулевые. Видимо, наши нулевые походили на американские 80-е. Это вот тоже по определенной задержке говорит культурный, конечно. Фильм расследований или дела назаритянина, католический, но интересный, итальянский. Значит, там про Христа, но по-другому показано. Показано, как политический детектив. То есть, вот императору докладывают, что исчез казненный политический деятель, тело исчезло, ну, воскрес же, да, и он посылает официальное следствие своего советника Тауруса выяснять, по какой причине пропал труп, но понятно, что тот не может выяснить, так как Христос воскрес. Политический детектив получился. Я думаю, что на самом деле религиозники не заинтересованы в таком вот. То есть, там это все как в реальной жизни показано и интересно показано. Это фильм стимулирует к тому, чтобы разбираться в этой ситуации, связанной с Христом и Попой в этом не заинтересованы. Думаю, что все-таки это со стороны интеллектуалов фильм на эту тему, хотя он, да, в общем-то, католический, там никаких нет отступлений от догматики, но показано как вот живая ситуация какая-то. Там, кстати, отражена и гоностическая версия, то есть, говорили, что вероятно его вообще не было, что это вероятно просто символ, так сказать, интеллектуальный. Кого-то распяли, так сказать, но это было просто тело. Вот, кстати, гностическая позиция заявленная апостола Павла, что нам не важно, что происходило с телом, потому что тело говно. Важно то, что происходило с идеей, а идея совершенно очевидно не погибла после того, как кого-то распяли. В общем-то, Павел что-то похожее говорит, и близко к этому говорили гностики о том, что тело все равно только кажется. Эта идея там есть, хотя в основном я говорю, что описано все католически и без учета того, что мы сейчас знаем во всей полноте, что там все было гораздо сложнее, там было множество всяческих сект, помимо официального иудаизма, и Христос действовал не в контексте того иудаизма, который придумали католики, а в контексте какой-то более реальной ситуации, с десятками интерпретаций, из которых потом и Каббала возникла и все прочее, и Мандей, и все такое. Там был некий более сложный интеллектуальный контекст, в котором и надо понимать изречение Христа, Павла, контекст, допустим, греческой философии и так далее. Церковники все контексты выбрасывают, оставляют только свою схему и тем самым ни черта там не понимают даже в том, что они имеют в виде Евангелия. Ну ладно, это моя ремарка, а фильм интересный и можно посмотреть. Анастасия тоже, мне кажется, довольно интересная. Это все тоже про то, что Анастасия нашлась. То есть, это, по сути, про историю Анны Андерсон. В 26-м году, видимо, я еще по историческим хроникам расскажу, явилась, значит, некая девушка, которая заявила, что она спасенная великая княжна Анастасия, то есть, вот семью российского императора Николая II расстреляли, а она выжила. Вот что она рассказывала и, соответственно, боролась она за признание своих прав. Фильм основан на реальной истории, то есть, суть вся передана примерно, как она, хотя ряд реальных обстоятельств там искажен. Был фильм 50-х с Ингрид Бергман, которая хорошо играла, я уже рассказал про него. Здесь это все еще более так развернуто, больше фильм, больше все показано. На самом деле, история странная, связанная с чем? Эту Анну Андерсен официально сейчас и в Википедии везде объявили какой-то там Франческой Польской, то есть, утверждают, что она авантюристка. А по какой причине ее признавали аристократы Европы? Дело в том, что это Анна Андерсен все время судилась за признание того, что она Анастасия Романова. Ее кормили все это время. Вот когда она объявилась, что она Анастасия, ее сразу поддержали аристократы Европы различные. Она потом никогда не работала, она все время жила на те деньги, которые ей аристократы накидали и судилась с дорогими адвокатами, с этими Романовыми. Если бы это была какая-то польская дура, как это сейчас утверждают, я не верю, что тут аристократы Европы, почему ее начали признавать-то? Тем более, они все время ездили в этот Петербург, они знали эту реальную Настю. Разоблачить реальной Насте или нет, там были реальные знакомые этой Анастасии. Разобраться, так сказать, кто перед ними, они вполне могли, они ее знали лично. Лет прошло там 8 с тех пор, как они ее знали. А то, что Романовы не признавали, это понятно, а это не в их интересах было. Во-первых, она наследница престола, они там уже вели, как раз 20-е, они бурные вели бои за то, кто наследник престола, по крайней мере, это позволяло возглавлять эмиграцию хотя бы в определенные круги, да. Во-вторых, там деньги, вот этот же Николай эти деньги размещал за границей, она получилась бы наследница. Судились-то они из-за денег из нее. Ну, вот они ее объявили какой-то, значит, сумасшедшей полячкой с военной фабрики франциской. Ну, невероятно, что вот эта полячка, она имитировала бы русскую аристократку, так что ей верили прям там массово и деньги ей давали. Ее же аристократы эти содержали, и там многие в нее верили. Анализы ДНК провели современные, и якобы по результатам анализов ДНК она не Романова. Ну, знаете, знаем мы эти анализы. Там проводили российские и английские, у которых своя там версия этого всего, поэтому тут я в эти анализы не верю, между прочим. Я знаю, как у нас подделывают все на свете, участие там российских ученых, это вообще означает, что точно подделывают. Российские ученые занимаются преимущественно фальсификациями во всех сферах, а английские тоже не заинтересованы, они же ее засудили, они же ее не признали, поэтому они покрывают сейчас это все. У российских сейчас есть пропутинская наследница Романова, они в других версиях не заинтересованы. Тут еще есть такой аргумент, что это Настя по-русски не говорила. Она говорила, что она от психического потрясения забыла русский язык. Ну, это да, походит на мошенницу, но все-таки если, допустим, утверждается, что ее готовили, потому что Андерсон, она знала всякие подробности про Романовых. Если ее кто-то готовил как мошенницу, эту Франциску, как они утверждают, она могла выучить русский. Для поляков несложно. Но все же знают, что у нас пьеха без акцента по-русски пьела говорила, она полячка. Языки похожие. За год полячку обучить русскому языку вполне. Акцент у нее мог сохраниться, но акцент был у Романовой, ей же записи Романового отца. Они немножко с акцентом говорили, они же немцы на самом деле. Поэтому, если бы она была мошенницей, то она бы выучила бы русский. То есть, в принципе, это разнозначно. Может быть, да, она говорила, что она забыла русский, потому что она его не знала, что мошенница, а может быть, это и доказывает ее достоверность. Потому что сама вот эта недостоверная, вот этот рассказ странный, да, что русский забыла. Это на самом деле как в жизни бывает. А если бы она имитировала, она бы его выучила. Вот такая у меня логика. То есть, ничего не... Сомнительно все. Такой еще вопрос, почему все вот эти мошенницы, там их было десятки, все говорили, что они Анастасия. То есть, почему не другие? Вероятно, были какие-то данные, что спаслась Анастасия. Все прочие мошенницы тоже имитировали Анастасию. Ее, ближайшие, у этой Анны, Аддерсон, ближайшие соратники были именно друзья детства Анастасии. То есть, Татьяна и Глеб Боткины это были дети, которые играли с этой Настей, с реальной. И потом они поддержали эту Анну. Но друзья детства, они же могли легко узнать, что она мошенница. Ну вот, ей было там, сколько она была, подросток, да, они с ней постоянно играли, годами с ней общались. Если бы потом им подсунули полячку, ну вот эти-то люди, они бы узнали, что она не настоящая. Они же с ней разговаривали, они могли любой разговор вспомнить. Ёб твою мать. В детский разговор какой-нибудь, там, любую ситуацию, в которой только они двое участвовали. И вот эти люди, которые были друзьями настоящей Анастасии, поддерживали вот эту Анну Андерсон. Говорили, что она настоящая. Кто ее не признавал, Романовы, а Романовы бабками с ней не хотели делиться. Романовы, паскудная аристократия, хорошо нам известная по всем этим. Кроме того, были экспертизы, в то время показали идентичность почерка Анастасии и Франциске, и также идентичность ушных раковин. Это тоже такой вопрос, который невозможно подделать. Ну, в общем, интересная тема, которая послужила основой для двух фильмов. Вот есть фильм 50-х Анастасии, есть фильм 86-го года. Ну и на этом про несоветские фильмы заканчиваем. Продолжение следует...